здравствуйте в эфире программа жизни дорога я ведущий валерий седов сегодня у нас в гостях александра тюрина инспектор по пропаганде госавтоинспекции мвд россии по рязанской области здравствуйте здравствуйте валерий наступил у нас осень сезон все-таки отличается от летнего с какими сейчас трудностями сталкиваются водители что им стоит опасаться на дороге к сожалению сотрудники госавтоинспекции ежегодно отмечают рост дорожно-транспортных происшествий особенно с участием пешеходов именно в осенний период потому что летом все-таки у нас сухая проезжая часть большой световой день и как водителям так и пешеходам в летний период конечно намного проще скажем так вести себя на дороге с наступлением осени утренние заморозки ранний закат поздний рассвет накладывают определенные именно трудности как для движения на транспортных средствах так и для движения пешеходов если говорить про водителей то очень часто вот сейчас у нас несмотря на то что сентябрь очень-очень теплые хорошие тем не менее в утренние часы очень часто бывает туман не все водители к этому бывают готовы особенно при проезде например путепроводов мостов на мосту образуется определенная такая ну еще не налить конечно но тем не менее он становится более влажным и тормозной путь транспортного средства в этих местах значительно увеличивается не все водители особенно начинающие водители могут это учитывать поэтому при даже экстренном каком-то торможении бывает так что не справляются с управлением транспортного средства соответствии может происходить какое-то дорожно-транспортное происшествие точно также когда останавливается перед пешеходными переходами рассчитывают на то что мгновенно машина может остановиться однако из-за того что образуется так называемая уже подушка из листьев которые тоже может быть влажная тормозной путь транспортного средства значительно увеличивается и соответственно проезжая мимо школ каких-то образовательных организаций либо там где есть скопление людей которые внезапно могут выйти даже на пешеходный переход водителям следует в первую очередь следить за скоростью своего движения чтобы уметь вовремя среагировать на любую непредвиденную ситуацию но и в этом случае из-за того что поздние рассветы и ранний закат как раз таки очень мешают тонированные стекла вот часто говорят что для чего сотрудники госавтоинспекции очень большое внимание уделяют именно растонированию да и вот в осенний период именно тонированные стекла играют скажем так плохую шутку с водителями если в летний период там хотя бы может водитель говорить что там от солнца он закрывается или еще что-то то сейчас вот как раз таки в темное время суток и так плохая видимость так тонированные стекла еще и значительно я ухудшаю то есть на все вот эти вот вопросы следует обращать конечно внимание и водителям быть готовым к осеннему периоду особенно к первым заморозкам а если говорить о других участниках дорожного движения о пешеходах что нужно помнить им то есть понятное дело что не только от водителя зависит ответственность и скажем так жизни здоровья всех участников дорожного движения Что нужно помнить пешеходам в этот период? Ну вот в правилах дорожного движения написано, что даже при переходе дороги по пешеходному переходу пешеход обязан убедиться в безопасности своего перехода. Многие же как думают, все, я на пешеходном переходе, водитель 100% остановится, я перейду. Это не всегда так. То есть прежде, чем вы ходите и начать переход дороги, нужно убедиться в его безопасности. Но еще именно в осенний период, конечно же, актуально это использование световозвращающих элементов на одежде. Потому что чем раньше водитель вас заметил, тем больше шансов, что он действительно остановится и пропустит вас. Потому что двигаясь даже по пешеходному переходу, ну если на вас черная куртка, черная шапка, черные брюки, такого пешехода может быть просто незаметно в темное время суток. Опять же, туман утренний. Поэтому, особенно если вы покупаете детям школьный рюкзак, в обязательном порядке обращать внимание, чтобы на нем были световозвращающие элементы. Взрослым то же самое. Можно приобрести брелок какой-то, значок, наклейку, на женскую сумку. Ничего такого нет, даже если это очень дорогая и красивая сумка. В принципе, если купить какой-то достаточно симпатичный световозвращающий брелок, он не испортит даже самую дорогую сумку, зато обезопасит пешехода. Поэтому лучше всего все-таки в темное время суток использовать световозвращающие элементы. За это предусмотрено административное наказание только в загородных условиях. То есть, если пешеход в условиях недостаточной видимости, либо в темное время суток передвигается без использования световозвращателей, то за это предусмотрено административное наказание. В условиях города этого наказания нет. Но, однако, здесь каждый должен в первую очередь думать о своей безопасности, и попасть под колеса автомобиля – это не самое приятное, что может произойти с человеком. Поэтому нужно всегда думать о своей жизни и о своем здоровье. Как я понимаю, особую опасность представляют нерегулируемые пешеходные переходы, потому что, ну, на регулируемых понятно, то есть там и светофоры, и все это, ДТП, к сожалению, и там случаются. Но речь идет, наверное, больше о нерегулируемых пешеходных переходах. И вот я, наверное, со своей одеждой являюсь таким примером самого неправильного пешехода, потому что я и в черный одет, а в темное время суток… Если я решу оборудовать себя световозвращающими элементами, может быть, браслетами или брелками, как, куда мне следует их повесить, чтобы водитель заметил издалека, что по нерегулируемому пешеходному переходу по зебре кто-то идет? Куда мне следует их повесить? Лучше всего, конечно, использовать несколько световозвращателей, так, чтобы они были и на задней части, на передней и на боковых, потому что может ехать машина с задней стороны, и если у нас сзади нет ни одного световозвращателя, соответственно, точно так же нас не видно. Вот, лучше всего, особенно детям, конечно, мы рекомендуем, это так называемые браслеты, которые одеваются на руки с двух сторон, их видно и с боковой части, и с передней, и с задней получается. Ну, если же нет, то нужно продумать так, опять же, вот на сумке, допустим, удобно, что сумка тоже может быть с нескольких сторон видно, но так, чтобы было и на задней стороне, и на передней, и на боковых частях человека. Вот, у нас есть как раз такой световозвращающий браслет, обычно, я так понимаю, вы вот такие браслеты раздаёте, вот, как их крепить, допустим, если мы говорим про одну из сторон, как они крепятся, вот, можете, да? Ну, вот на руку можно и на вас всё-таки, да? Это приблизительно так. Вот, если вы идёте, и как раз рука движется, то и задняя часть, и боковая, и передняя часть, да? Детям очень интересно, можно даже на ногу прикрепить такой браслет, как бы, особенно, если это дети дошкольного возраста, вообще проблемы нет. Более того, можно даже и на верхнюю часть руки, это точно так же замечательно видно и хорошо. Поэтому, ну, такой браслет вроде как удобно, смысл в том, что главное не спрятать его под куртку, это должна быть верхняя одежда. Опять же, вот, можно, Валерий, вашу руку, если мы одели браслет, он красивый, яркий, хороший, но одели его под одежду, смысла в этом браслете нет никакого. То есть, он должен быть закреплён именно на верхней одежде. Смотрите, детям обычно, как ещё рассказываем, если вы вдруг внезапно оказались на загородной дороге, да, ну, вот такая ситуация сложилась, стемнело, у вас нет световозвращающих элементов, и вам реально страшно там переходить, например, дорогу. В этом случае можно воспользоваться фонариком от телефона. Это тоже хороший способ именно стать заметным. В общем, все способы хорошо, самое главное – привлечь внимание водителей, что ты пешеход. Вот знаете, как сейчас даже говорят, что нужно установить зрительный контакт с водителем. И прежде чем начать переход дороги, мы должны посмотреть в глаза друг другу, водитель и пешеход, для того, чтобы точно убедиться, что мы понимаем друг друга. Что да, я собираюсь переходить дорогу, да, я остановился, чтобы пропустить тебя. Эта проблема очень большая, особенно с бабушками, которые сначала хотят идти, потом не хотят идти, потом передумали. Надо не бояться смотреть в лицо водителю и налаживать этот зрительный контакт, что ваши действия правильно поняты, как водителя, так и пешехода. Если говорить о креплении браслетов, то есть помимо того, что, допустим, мы крепим на, допустим, левую руку ребенку и на правую ногу, чтобы было видно с обоих сторон. На рюкзаки тоже обязательно крепить? На рюкзаки какие-то, сумки ребенку? Просто сумка и рюкзак – это самые удобные, скажем так, способы. Например, рюкзак школьный, если мы покупаем, то там, как правило, и на замке, и на креплениях бывают световозвращающие элементы, и на лямках. То есть и впереди видно на лямке, и сзади видно на самом рюкзаке. То есть это вообще такой универсальный. И чаще подростки уже используют без световозвращающих элементов. А часто дети начальных классов все-таки именно при покупке надо обращать на это внимание, чтобы он был оборудован этими световозвращателями. Мы, конечно, со своей стороны, как сотрудники госавтоинспекции, стараемся разными способами привлечь внимание и родителей, и детей к использованию таких световозвращателей. Поэтому проводим большое количество профилактических акций, каких-то мероприятий. И стараемся даже подарить детям этот брелок, значок или наклейку. Важно, чтобы после этого они еще грамотно их использовали и не просто положили в стол, а все-таки носили. И у многих детей они сейчас все-таки есть. Но, конечно, я считаю, что самый удобный способ – это именно купить сразу же зимнюю куртку. Может быть, для подростков, опять же, актуально шнурки или ботинки со световозвращателями. Это интересно, это красиво, это модно. Более того, сейчас есть даже современные баллончики распыляющие. То есть на любую верхнюю одежду мы можем нанести любые рисунки, достаточно симпатичные, которые в подростковом возрасте. Опять же, хочешь звездочку, хочешь смайлик. И вот этот вот световозвращатель до стирки одежды будет держаться. Если говорить о других вещах, которые могут отвлечь пешехода, если мы имеем в виду именно школьника или, наверное, студента, это такие же сотовые телефоны, такие же наушники. Понятно, что совет всегда очевиден, но далеко не все им следует. Давайте тоже напомним этот момент. Куда не нужно смотреть и куда нужно смотреть во время того, как вы подходите к пешеходному переходу или как вы переходите? К сожалению, даже мы, взрослые, очень часто детям подаем неправильный пример. И, конечно, мы сейчас очень много стали взаимодействовать, скажем так, с гаджетами, да, и гораздо больше, чем реального общения. Но при переходе дороги мы должны убрать телефон в сторону, снять хотя бы один наушник, чтобы дорогу не только видеть, но и слышать. И при переходе проезжей части обязательно наше все внимание должно быть направлено на безопасный переход дороги. Поэтому детей прям точно приучаем. Едешь в маршрутке, слушай музыку, слушай там аудиокнигу и так далее. Вышел из маршрутки, подходишь к пешеходному переходу, хотя бы один наушник обязательно снять. И отвлечься, конечно же, особенно от написания там смс-ки, от того, что мы что-то делаем в телефоне, читаем. Да, это буквально несколько секунд, но это должно быть как привычка. Это должно быть просто выработанное, что во время перехода дороги все наше внимание обращено только на нашу безопасность. С другой стороны, наверное, тоже не стоит и водителям забывать о том, что телефон в руках держать не нужно. И, если не ошибаюсь, за это существует даже штраф. За это существует действительно штраф. Конечно, многие водители почему-то забывают об этом. Можно пользоваться гарнитурой, можно пользоваться системой, которая практически сейчас в всех современных транспортных средствах есть. Однако многие водители почему-то об этом очень часто забывают. Здесь к водителю вообще предъявляются все-таки особые требования. Так как человек управляет средством повышенной опасности, он должен предвидеть любые какие-то неожиданности на проезжей части. О чем мы говорим, если мы читаем смс-ку в телефоне, если это водитель делает. Конечно, все его внимание ушло на ту смс-ку, которую он читает. И, соответственно, за этот период времени, там, 2 секунды он посмотрел в телефон, за 2 секунды машина проехала там 100 метров. На расстоянии 100 метров у нас может произойти все, что угодно. Собака выбежала на дорогу, кошка, выехал кто-то навстречу, ну, все что угодно. Машина может со двора выехать, с парковки и так далее. Поэтому ни в коем случае на это отвлекаться, конечно же, нельзя. И нужно помнить, что использование телефона запрещено требованием правил дорожного движения во время управления транспортным средством. Я думаю, мы с вами еще встретимся как раз, наверное, перед заморозками, чтобы еще раз напомнить водителям, что вот он, пришел момент, когда все-таки пора снять летнюю резину, комплектную летнюю резину и оставить ее в стороне, и перейти уже на зимнюю шипованную, чтобы не повысить эту статистику ДТП, которая у нас каждый год, если не растет вверх, то в эти дни остается хоть на каком-то уровне, пора эту статистику понижать. Поэтому, я думаю, мы с вами еще напомним автовладельцам об этом. А на этом у нас все. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok